Деяния апостолов, 8 глава. Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плащ по нём. А Савл терзал церковь, входя в домы, и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Так Филипп пришёл в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря, «Сей есть великая сила Божия». Овнимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. «Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое добудет тебе в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем счастья и жеребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. Симон же сказал в ответ, помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами. Они же, засвидетельствовав и проповедовав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим, и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. А Филиппу ангел Господень сказал, встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот муж Ефиоплянин, Евнух, вельможа Кандаки, цариса Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, пристригущем его, безгласен, так он не отверзает уст своих. В унижении его суд его совершился, но род его кто разъяснит? Ибо возземлится от земли жизнь его. Евнух же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли, или о ком другом? Филипп, отверзг уста свои и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, веруя, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу. И сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха. А Филиппа восхитил ангел Господень. И Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Деяние. Глава девятая. Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск с синагогом, чтобы кого найдет последующих всему учению и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он втрепет и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки и перевели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему, «Анания!» Он сказал, «Я, Господи!» Господь же сказал ему, «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Торсянина по имени Савла». Он теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал, «Господи!» Я слышал от многих о семь человеке, сколько зла сделал он святым Твоим Иерусалиме, и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями, и сынами Израилевыми». Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Анания пошел и вошел в дом, и возложил на него руки, сказал, «Брат Савл, Господи Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился и, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. И все, слышавшие, дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме, призывающий химия сие, да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и везти к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живших в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Но Савл узнал об этом умысли их, а они день и ночь стерегли его у ворот, чтобы убить его. Ученики же, ночью взяв его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам. Но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же взял его, привел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил так же и состязался с селенистами, а они покушались убить его. Братья, узнав о сем, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем. И при утешении от Святого Духа умножались. Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лиде. Там нашел он одного человека именем Энея, который восемь лет уже лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему, Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей. И он точно встал. И видели его все, живущие в Лиде и в Сароне, которые и обратились к Господу. В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она за ней могла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лида была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не заметил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу. И все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр, выслав всех вон и, преклонив колени, помолился. И, обратившись к телу, сказал «Тавифа, встань». И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее. И, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иопии. И многие уверовали в Господа. И, довольна дней, пробыл он в Иопии у некоторого Симона Кожевника. Деяние 10 глава В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыней народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему «Корнилий». Он же взглянул на него, испугавшись, сказал «Что, Господи?» Ангел отвечал ему «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. Итак, пошли людей в Иопию, призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говорившись с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, изнаходившихся при нем, и рассказав им все, послал их в Иопию. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в иступление и видит отверстое неба и сходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, присмыкающиеся и птицы небесные. И был глаз к нему. Встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды. И сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр недоумевал себе, что бы значило видение, которое он видел. Вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот. И крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром? Между тем, как Петр размышлял о видении, дух сказал ему, вот, три человека ищут тебя. Встань, сойди и иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их. Петр, сойдя к людям, присланным к нему от Корнилия, сказал, я тот, которого и вы ищете. За каким делом пришли вы? Они же сказали, Корнилий, сотник, муж добродетельный и боящийся Бога, одобряемый всем народом иудейским, получил от святого ангела повеление призвать тебя в дом свой и послушать речей твоих. Тогда Петр, пригласив их, угостил. А на другой день, встав, пошел с ними, и некоторые из братьев иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же поднял его, говоря, встань, я тоже человек. И, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся, и сказал им, «Вы знаете, что иудеи возбранено сообщаться или сближаться с синоплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не посчитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?» Корнилий сказал, «С четвертого дня я постился до теперешнего часа, и в девятом часу молился в своем доме. И вот встал передо мной муж в светлой одежде. И говорит, «Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе, «Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Петр отверз уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелесоприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вы знаете, происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою, помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы, свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе, всего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелем, предизбранным от Бога нам, которые с Ним ели и пили по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал, «Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили Его пробыть у них несколько дней. Деяние. 11 глава Услышали апостолы и братья, бывшие в Иудее, что язычники приняли Слово Божие. И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними». Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря, в городе Иопии. Я молился и в выступлении видел видение. Сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно за четыре угла, спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих, земных, зверей, присмыкающихся и птиц небесных. И услышал я голос, говорящий мне, «Встань, Петр, заколи и ешь!» Я же сказал, «Нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои». И отвечал мне голос вторично с неба, «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды. И опять поднялось все на небо. И вот в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мной и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своем ангела святого, который встал и сказал ему, «Пошли в Иопию людей, призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которым и спасешься ты и весь дом твой». Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Тогда вспомнил я Слово Господа, как Он говорил, «Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Духом Святым». Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, «Видно, язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Между тем рассеявшиеся отгонения бывшего после Стефана прошли до Финики и Кипра, и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух осем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Саула, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки, и один из них по имени Агав, встав, предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который был при кесаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и сделали, послав собранное к пресвятерам через Варнаву и Савла. Деяния апостолов, 12 глава В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Якова, брата Иоаннова, мечом, видя же, что это приятно иудеям. Вслед за тем взял и Петра, тогда были дни опресников, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его? В ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованные двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и света сиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел, «Опояжься и обуйся!» Он сделал так. Потом говорит ему, «Надень одежду твою и иди за мною!» Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, с чего ждал народ иудейский. И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но вбежав объявила, что Петр стоит у ворот. Отец сказал ей, «В своем ли ты уме?» Но она продолжала, утверждала свое. Они же говорили, «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидев его, и изумились. Он же, дав знак рукой, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал, «Уведомьте о семье Иакова и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место. По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарии и там оставался. Ирод был раздражен на Тирян и Сиданян. А они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал, «Это голос Бога, а не человека!» Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, был изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось. А Варнава и Саввел по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой и Иоанна, прозванного Марком. Деяние 13 глава. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемые Нигер, и Луций, кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четверовластника, и Саввел. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Саввела на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Сиевы, посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр, и, быв в Соломении, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских. Имели же при себе и Иоанна до служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка иудеянина именем Вариисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Саввела, пожелал услышать Слово Божие. А Элима Волх, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Саввел, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал, «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебе, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, девясь учению Господню. Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели. После чтения закона и пророков, начальники синагоги послали сказать им, «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукою, сказал, «Мужи, израильтяне и боящиеся Бога, послушайте, Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской и мышцы вознесенную вывел их из нее и около сорока лет времени питал их в пустыне и, истребив семь народа в земле ханаанской, разделил им в наследие землю их и после сего около четырехсот пятидесяти лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет сорок. А Тренов его поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорил, «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мной, у которого я недостойен развязать обувь на ногах. Мужи, братья и дети рода врамовы и боящиеся Бога между вами, вам послано слово спасения сего. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, считаемые каждую субботу, и, не найдя в нем никакой вины и достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все, написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетелей его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресил Иисуса. Как и во втором псалме написано, ты сын мой, я ныне родил тебя. А что воскресил его из мертвых, так, что он уже не обратится в тление. А всем сказал так, я дам вам милости, обещанной Давиду, верно. Посему и в другом месте говорит, не дашь святому твоему увидеть тление. Давид в свое время послужил изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, увидел тление. А тот, которого Бог воскресил, не увидел тление. И так, да будет известно вам, мужи, братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. И во всем, чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело в одни ваши, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам. При выходе их из иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу. Когда же собрание было распущено, то многие иудеи, чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие, но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия и злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, вам первым надлежало быть проповедану Слово Божие, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся язычником, ибо так заповедал нам Господь, я положил тебя во свет язычником, чтобы ты был во спасение до края земли. Язычники, слыша это, радовались и проставляли Слово Господне и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первые в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов. Они же, отряжшие на них прах от ног своих, пошли в иконию, а ученики исполнялись радости и Духа Святого. Деяние апостолов, 14-я глава. В икония они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. Они, верующие иудеи, возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который, во свидетельство Слову благодати своей, творил руками их знамения и чудеса. Между тем, народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники иудеи со мной своими начальниками устремились на них, чтобы постромить и побить их камнями, они, узнав, о всем удалились в ликоонские города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который взглянул на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом, «Тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо». И он тотчас скачил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил голос свой, говоря поликаонски, «Боги в образе человеческом сошли к нам и называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове». Взрез же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав осем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили, «Мужи, что вы это делаете? И мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от всех ложных к живому Богу, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народом ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, исполняя пищей и весельем сердца наши». И, говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили, из-за Антиохии и Иконе пришли некоторые иудеи, и когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря, «Они не говорят ничего истинного, а все лгут!» И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, посчитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавой в деревию. Проповедав Евангелие всему городу и приобретя довольным учеников, они обратно проходили Листру, Иконе и Антиохию, утверждая душу учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в царствие Божие. Положив же им пресвятеров каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Аталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками.